Моя тема обозначена как группа «Октябрь». Это фотографическое, архитектурное, художественное, кинематографическое объединение. Дело в том, что группа «Октябрь» существовала 4 года. 28-32 год. Поэтому мне приходится, да вообще хочется, несколько раздвинул ветеранки Александра Павловенко, Аркадий Шахик, Сергей Михайлович Эйнштейн, которые тоже были в этой группе, они работали до 28-го года и работали после 30-го года. Поэтому я говорю не столько о группе «Октябрь», сколько о некоторой ситуации в изобразительном техническом искусстве, видимо, в фотографии кино. С другой стороны, я знаю, что была группа «Октябрь», «Октябрь», но была вместе с ней, параллельно с ней, в той же самой Москве, группа «Рокш», в которой были «Роман Кармен» и… хотя бы «Роман Кармен» и другие замечательные фотографии. И это было не меньше интересных впечатлений. Что ей делал Рокшенко, что делал Борис Кузнецович, что делал Аркадий Шахет, которые участвовали в группе «Октябрь». В то же время в «Киеве» прекрасно снимал метров, а у «Бертов» свои фильмы, и Эль Кауфин вместе с ним работал. В то же самое время в Украине делал свои фотографии «Октябрь», и «Мохлый» и «Нать», и «Люцея» «Мохлый», и «Лисицкий», перебравшись туда великолепно, подвигал трёх фотографий во время в Америке, кто делал такие жилищи в Англии. Иначе бы я не хотела сдать четыре года «Октября» в том контексте, важном для искусства «Маглера Бомба», для искусства фотографий, для технических искусств. В истории искусства есть такие периоды, которые называются «Алгарь», но они повторяются с регулярностью, наверное, с регулярностью апрельских крокусов. Выходят, повторяются. Время от времени искусству необходимо обратиться к себе самому, чтобы привести религинических средств, сделать себя самого, себя самым предметом своей рефлексии, поработать с собой, прежде чем начинать раппозицию. Это называется концептуальное искусство. Такие периоды ещё наступают. В прежние времена они наступали, наверное, раз в сто лет, может быть, раз в пять-шесть веков. В 19-м веке они становятся всё более и более часто, но ускоряется обращение культурных процессов. Ну, я думаю, что одним из первых концептуалистов, наверное, на моей памяти в 19-м веке, был тёмным миром. Афрессионисты были такими. Я думаю, что с рождением фотографий, от времени необходимость пересмотра средств искусства, возможностей искусства очищается. И то, что мы называем фото Абонгардом в 20-м году, в начале 20-м году, это один из существующих во всем мире, проходящих в истории. Такой процесс конституализации собственного искусства, обращения к себе самому. Я видела две замечательные фотографии Волченко. Часть этих фотографий очаровательным предметом своим. Там, в Московской улице, торгов, торговки, торговцы, люди, прохожие. Замечательное смочение момента жизни этого времени. Но я немножко не об этом хочу поговорить. Я хочу поговорить о том, о тех фотографиях, когда это про то, что является сама фотография. Группа «Октябрь», еще раз говорю, это одно из очень интересных, если условно, но и частных вещей общего процесса. И я бы хотела для начала, наверное, я скажу то, что все вы знаете, что группа «Октябрь», точнее фотографический «Аланг» возникает одновременно с невероятным всплеском внимания в теории фотографии. Я думаю, что если говорить о отночестве Родченко, отночестве Игнатовича, отночестве Зельзара Ландома, отночестве группы «Октябрь», отночестве Кармена, Якова Халифа, Георгия Зельмы, Аркадия Шахинга «Октябрь» и прочих «Октябрь». Я думаю, что нужно поставить ряд, например, Садор Лестером, который в это время пишет свой чрезвычайно важный теоретический мысль, видеть их фотографически, чрезвычайно важно, что можно поставить ряд со Штиклицем, который в это же время, чуть-чуть раньше, но уже в 10-20-е годы создали теорию фотографического экривалента. Иначе говоря, что такое фотография, «Зачем фотография? Из чего фотография?» Это очень важно, и это очень важно для людей. Я не готова сказать, что изменившаяся жизнь заставила людей иначе снимать. Наверное, это так. Каждая серьезная перестройка искусства, каждый индивидуальный оборот искусства на самую себя, он связан с какими-то примерами жизни. Конечно, меняется жизнь. То, что было невидимо, становится видимо и выходит на улицы. Улицы выглядят иначе. Ну, наверное, из-за машин, из-за вывесок, из-за новых зданий, из-за новых людей. Наверное, жизнь облик меняет, безусловно, и фотографии надо придумать, как это все отразить, как это все умеет. Наверное, конечно. Я думаю, что первый взрыв нашего отечества был на 20-е годы в связи с переменой жизни. Второй взрыв, видимо, приходится на 60-е годы в связи с переменой жизни. Третий взрыв я все-таки, наверное, отношу к нашему времени. Сегодня концептуальная фитография крайне важна. Хотя у нас в 90-е годы, до 80-е, 90-е и наши нулевые. Потому что очень резко меняется жизнь. И все то, что раньше видели каким-то одним глазом, одной оптикой, сегодня уже не выдерживает старой оптики. Нужна новой оптики, чтобы все это... Ну, вот я думаю, что та группа, о которой мы с вами говорим, я, наверное, не сроченько начну, а с Инатольевича. И пущу, наверное, его с вами, если вы не поддержаете, для того, чтобы кое-что прояснить. Я скажу первое, что мне кажется очень важным. Содержание фотографии отступает, значимость содержания отступает перед самой фотографией. Иначе говоря, не столько объекты становятся предметом внимания этих фотографов, сколько возможности фотографии. Возможности фотографии, связанные первое с кадрированием. Каким образом можно сделать объект значимым? Каким образом можно выносить мысль какую-то? Ну, наверное, отбирая какие-то элементы, отбрасывая ненужные и оставляя только значимые вещи. И тогда возникает момент кадрирования фотографии. Каким образом в моментальном рынке можно удержать максимально важное обобщение? Только кадрирование. Второе. Очень важно, вот замечательный пример, компилирование. Это можно сделать только фотографии, потому что только фотографии будет оправдан масштаб самого близкого и самого далекого. Только фотографии. Если я сделаю это в живописей, то характер сочетания микроскопического и огромного будет надуманным. Он будет звать какому-то мифологическому сюжету, но горе. Но фотография сохраняет реальность близкого видимого, огромного и далеко видимого, далекого. С этим связана одна замечательная вещь. Фотографии в 20-е годы заново решают проблему пространства. Дело в том, что живопись, благодаря классицизму, видимо, благодаря Ренессансу, смоделировала наше ощущение пространства. Как пространство линейного и как пространство, как откупа, как говорила Родченко. Снимаем откупа, потому что откупа Ренессансное пространство уходит вдаль. Мы себя чувствуем уравновешенно в одном положении, вертикальном и откупа, наша луч, идет дальше. Но дело в том, что наше тело обладает огромным количеством перспективных осей. Наше тело живо, наше тело способно взлетать, падать. Потенциально в нашем теле верят на их перспектив. И когда фотографическая камера начинает пробовать перспективы, оно не человеческое тело, у нее нет никаких канонов, ее никакой Леонардо да Винчи, никакой Рафаэль не учили, как надо видеть. Она сама по себе двигается, она маленькая, она может у пальца залететь, завалиться на навык и так далее. Это перспектива фотографическая. С одной стороны, это упражнение самой камеры, что я могу, как я могу видеть. С другой стороны, это спектральное развертывание возможностей нашего переживания. Я только что сказала, что, и вы видели, наверное, парад на Красной площади Игнатовича. Вот тот момент, который не хотел бы подчеркнуть. Несмотря на то, что она очень хотелось бы нагрузить эту фотографию пролетарским содержанием, этого содержания у нее нет, как содержание, как предмета. Толпа людей становится орнаментом, становится структурированной массой. Важнее всего для камеры, как она видит орнамент спичевого полета, орнамент здания, орнамент улиц, орнамент рамвайных путей, орнамент людей. Вот образы, которые видят фотокамеры. Это первое, иначе говоря, перспектива, ракурс, кадрирование. Я знаю, что в конце 19-го века инверсионисты попытались изменить классическое кадрирование живописного образа, вводя в него случайности, вводя в него какие-то особенные ракурсы, вводя в него срезанные фигуры, срезанные фрагменты, делая эту живопись более свободной, более случайной. Но ничто так свободно не катарирует, как фотокамера. Далее очень важная вещь. Для фотографии заново приходится решать проблему художественного времени. Для живописи это было довольно просто, потому что сам процесс создания живописного произведения уже сам по себе зрительный. Как говорит Пикассо, есть масса глубинных слоев живописи, и это уже история. Кроме того, силу художественной необходимости живопись составляет на поверхности холста только тот образ, который уже приведен к некоторой вечности, обобщенный, приведен к некоторой истории вечности. Живопись вообще располагает тремя временами сразу – искусственным прошлым, искусственным будущим и настоящим. Опять-таки это самое, что здесь будет. Но фотография вынуждена в свое время изобретать заново. Итак, первое, что очень важно для фотографии – она обдумывает собственный ракурс, она обдумывает пространство ледоискателя. Это самые прямоугольные рамки. Оказывается, что оно может повернуться, оно может двигаться, оно может по отношению к реальности вести себя гораздо более свободнее, чем живописно. Оно совершенно случайно может двигаться и выхватывать те вещи, которые нужно. Но при этом Ироченко и Акутович понимали, что если дать этому видоискателю свободу, как может подать что-то лишнее. Поэтому возникает в их искусстве то, что называется фрагментированностью. Это не отношение к миру, как разорванного на элементы, разорванного на силы, разорванного на структуры. Нет, это попытка. Сегодня, видимо, с техническим развитием фотографии можно сделать сосредоточенность фотографии иначе. Это попытка сосредоточенности фотографии. Убрать все лишнее можно путем определенного ракурса и определенного фрагментирования. Второе, о чем мы сказали, это время. Это время, художественное время, еще раз говорю, художественное время – это время истории. Оно искусственно смоделировано. Глядя на картину, мы, как это говорят поклонники классической живописи, мы воображаем и домысливаем. Но фотография нам дает один момент, один реальный момент. Не воображать, не домысливать здесь не приходится. Это не пикториализм. Поэтому группа «Октябрь» и вместе с ней замечательные фотографы всех остальных групп рождают новый формат. Новый формат искусства, который называется фоторепортаж. С одной стороны, я понимаю, что это информационная необходимость. Иначе говоря, мы должны события поставлять через СМИ, доводителы до народа, порядок события репортажей. Но мне очень важно, каким образом пытается фотограф из моментальных положений, из моментальных ракурсов и моментальных положений собрать образ более или менее продлённого времени. При этом не теряя фотографического, абсолютного, моментального, настоящего времени, и продлевая его в нашем реальном времени, потому что наблюдение репортажа, прослеживание репортажа потребует времени от нас. Реалистывание каких-то фотографий. Например, в серии «Домно-Весницкая» 1925 года до вступления, до организации группы «Октябрь» есть два интересных момента, где Родченко работает с фотографией. Он работает с фотографическим настоящим, не переходящим в искусственную историю, условная, условная длительность, и он работает с фотографическим взглядом. Вещи с этой точки зрения, с точки зрения камеры выглядят иными, чем те вещи, которые мы предыдущие видеть в «Оккупан». Только в одном радости. Открывается с одной стороны оптическая возможность вещи, необычная, новая. Вещи поворачиваются перед нами, запрокидываются перед нами, движутся. Мы получаем оптические радости, какие никогда не знали до изобретения фотографии. С другой стороны, мы сами открываем свои возможности видения. Как птица. Как насекомое. Как животное. Как механизм. Я говорю слово «механизм», для меня замечательный докладчик уже упомянул слово «конструкция и механизм». Если мы говорим, что оптическая фотография этого периода относится к направлению конструктивизма, мы, видимо, должны расширить рамки конструктивизма русского и довести его, ну, на немецкого Баухауза, и, видимо, еще немножко дальше. Вообще, на все авангардное искусство начала XX века. Это эстетические возможности машины, эстетические возможности программы, эстетические возможности материала, эстетические возможности алгоритма. Вот все эти вещи становятся предметом исследования искусства в начале XX века. И содержание, само содержание человеческое, историческое вынуждено перед этим наступает. Почему так много фотографий конструктивистов архитектуры? Так много. Это не новый мир. Это новый способ видеть. Видеть через механизмы. До сих пор видение мира было целиком уверено только нашему глазу. Человеческому глазу. А наш глаз за многие века искусство уже модерицировано. Мы видим так, как нас научили видеть. Камера, слава Богу, не читала жертва Леонардо. Она выглядит так, как может видеть механизм. И таким образом, обновляя картину мира, обновляя наше видение, эта новая фотография меняет нас. Делает нас более раскованными, делает нас более рискованными, делает нас более свободными. Вторая серия более простая. Это репортажная серия Ротченко. Парк Этени Горькова. 19-летнего года. Предмет изображения, конечно, не бывает. Здесь появляются легкие, безусловно. Но в этом репортаже, в этом репортаже, вот это экспериментаторство с камерой, экспериментаторство с фотографией, с ее объективом, с ее положением, с ее способностью моментально сексировать, из любого положения сексировать мир. Те образы мира, которые могут открыться нам только благодаря фотокамеру. Тогда, конечно, замечательные портреты, замечательные предметные вещи здесь тоже есть. И тем не менее, что может увидеть фотокамера? Как он может увидеть? Как выглядит мир, когда на него смотришь не человек, а механизм своей фотографии? Ну и раз уж мы это смотрим. Еще одна чисто фотографическая вещь, с которой приходится иметь дело, и о которой начинают думать авангардный фотограф. Фотография имеет дело со светом. И только со светом, и прежде всего со светом. Вот эта проблема, интересно, решается, с одной стороны, прямой фотографией будет гордорес, как вы сказали, да, в Америке. С другой стороны, в пикториализме. В пикториализме, который пытается фотографическому изображению привить живописную технику. Вот пикториализм реализует себя полностью в процессе печати. Вот там он себя реализует. Когда я имею дело с потоком света, который я могу моделировать, когда я имею дело с поверхностью бумаги, которую я могу доводить, вот так, как художник, работая с тем, что так сырье мне дает фотокамера, я начинаю себя проверять. Но имеет ли пикториализм отношение к действительному пикториализму свету? Нет. Есть замечательные серии Стехина, снятые в Центральном парке в Нью-Йорке, и мы видим, как он моделирует свет так же, как это делал Тёрнин на своих пейзажах. Он моделирует свет так же, как это делал Флот Моне. Иначе говоря, сам юмор, сами световые пятна я создаю как живописец. Но для Родченко и для Игнатовича, и для всех участников авангардного фотографического движения сам свет является чрезвычайно важным элементом, фотографический свет. И не смоделировать его, а его запечатлеть, вот что важно. Посмотрите, опять же, я говорю, 20-е годы. Самопредметная составляющая фотографии молодого Романа Кармена, она его интересует намного меньше, чем та световая стихия, тот световой рисунок, который возникает в реальности при потоке света. Его интересует это. Тут есть несколько фотографий Родченко, связанных с иллюминацией. Сами лозунги из лампочек составлены, сами объекты высвеченные. Все-таки на этих фотографиях есть. Но у Романа Кармена это группа российское объединение британских фотографов. Казалось бы, она абонирует группы Октябрь, но решает те же самые задачи. Как вы знаете, у фотографий замечательный, когда только свет, отношение пучков света, отношение потоков света. Вот его ледокол Иосиф Сталин. По сути дела, это симфония световых пятен. Не мощь ледокола, не его атрибуция предметная, а стихия световых пятен. Я понимаю, почему в 1932 году формализм фотографий был раскритикован. И многие фотографы сами отказались от этого метода формалистического. Я думаю, что здесь не столько гонение на авангардистов. Хотя, конечно, они были, безусловно, без этого никак. Но я думаю, в какой-то момент эти фотографы понимают, что содержательная часть фотографии не менее важна, чем сама фотографическая стихия. Но был необходим период с этой фотографической стихией поработать, пощупать ее, потрогать ее, проверить ее на возможности, во всех проявлениях ее увидеть, спровоцировать ее, чтобы потом новую эстетику, эстетику нового времени, нового пространства, новые перспективы, новой фактуры, новых световых потоков применить к теме, точнее, к новой жизни, к новым персонажам, к новым людям. Нельзя было увидеть людей новых старым взглядом. Вот есть замечательный здесь фотограф, который не работал, не был связан ни с Октябрём, ни с Ропом, а не Георгия Зельма. Замечательный фотограф, Георгия Зельма. Я хочу показать вам ранее фотографии, потому что мне почему-то кажется, что поздние фотографии Игнатовича, Макса Альберта, который в Ропфе работал, Игнатовича и Георгия Зельма. Видели очень многие, я думаю, военные фотографии, фотографии 60-х, 50-х годов. Пост Георгия Зельма, который работал в Росква, уже не принадлежал никакой организации. Вот она замечательная вещь, на которой задержите свой взгляд. Вот. Не столько само содержание, не столько само событие, которое, по идее, должно быть в газетах, журналах, напечатано много, но в парке черепа беременна. Но они ставят перед нами только свет, чистый свет фотографический. Понятно, потому что, что ему могли сказать, ну, свет замечательный, фотография великолепная. Но где те там бредные люди, которые должны быть здесь обозначены и подписаны? У них то было задача не людей изобразить, а, может быть, новое средство изображения новых людей. Вот когда Зельма будет в 43-42 году снимать в Сталинграде, а потом в Берлине, и когда он снимет перед коленой фотографию, как группа наших лейтенантов, солдат и лейтенанты, играют в Бетховене, в портебианном отлике у меня столбом. Вот то, что он сейчас делает, оно сработает с такой мощью, с такой силой, когда фотографическая реальность, фотографический свет, фотографический кадр, эстетика фотографии свяжут на эти события. Вот тогда все согрежется, вот тогда все станет шедевром. Когда люди, объекты, жизнь получат именно то изображение, именно ту форму световую, какую они могут получить, какую им может дать фотография свободная и в ракурсе, жадная к свету, жадная к пространству, жадная деталям, фактурам, жадная. Вот это вот Беобидельма. Один из любимых планов фотографий этого времени – это план с крыши или план со строительного крана, когда множественный мир, множественный мир получает характер орнамента, почти генетического, почти генетического, обобщенного образа. Такой кадр можно дать, видимо, только фотокамера, потому что, как не поднимали импрессионисты, и фависты, скажем, к Марке, как не поднимали, или Бреги в свое время, как не поднимал точку зрения, как не поднимал линию горизонта, такого видения, конечно, добиться они не могли. А здесь это возникает. Дело в том, что в начале XX века, особенно после Первой мировой войны, приходит людям мысль о некоторой космичности нашего существования общего. То, что мы называем социализмом, то, что мы называем общественной мыслью, общественным переживанием, принимает характер вот этого космического переживания нашей жизни, одновременно частной и одновременно вселенской. И вот эту новую точку зрения, это новое видение частного, если вы захотите, вы можете увидеть вот этого юноша в белом грудничке, или вот этого старика в форменной фуражке. И они будут на фотографии своей частности, своей узнаваемой, конкретной, уникальной частности. И одновременно это элементы одного космического рисунка. Такое сочетание уникальности, единичности и вселенской, может, да, только фотография. И они это пробовали, пробовали, да, это новое переживание частного и общего, сохраняя фотографии то и другое вместе. Ну, и, наверное, еще одна очень важная вещь. Мне бы хотелось из группы «Октябрь» еще одного человека показать. еще одного человека. Это Ивнатович, поздний Ивнатович, одну секундочку. Я останавливаю это здесь, потому что, смотри, когда в 32-м, 33-м, 34-м году пришло на смену формализма движения «Социореализм», наверное, я должна сказать, что… Это плохо, это было прекрасно. Социореализм – это замечательно. Это вещи Ивнатовича уже периода второй половины 30-х годов. Когда без того, чтобы снимать детали, снимать свет и тени, снимать конструктивные здания и, собственно, снимать саму фотографию, ее ракурсы, ее возможности, ее световые предпочтения, он начинает снимать людей. Но применяет к этим людям те вновь открытые фотографические возможности, которые были, видимо, необходимы, необходимы для абстрагирования 20-х годов. Я не уверена, что социореализм – это плохо. Социореализм имеет особую любовь к людям. В это же самое время, например, в Америке, Германии снимает после абстрактных своих опытов снимает замечательные фотографы, Олкер Эванс, например, снимает людей, снимает их лица, снимает их жизни, снимает их судьбы, снимает фактуру их одежды, снимает их руки, снимает их тела. В это же самое время в Германии Кристиан Жак, отказываясь от своих абстрактных, в том числе фотографических вещей, начинает рисовать людей. Это новая вещественность. И вот 30-е годы во всем мире – это обращение от техники искусства, от эксперимента с техникой искусства, от эксперимента с языком, необходимым совершенно. Обращение, наконец, в новом оснащении, в новом вооружении, к тому, чем вообще-то искусство и занято, к нам, к людям, к живому человеку, к его чувству, со всей возможной любовью. Фотография, которая в 20-е годы, в начале 30-х, была сама себе предметом, это было совершенно необходимым. В 30-е годы начинает служить. Ну, видимо, у каждого, у всякого искусства есть такие периоды. А главная функция его – это служить. Она начинает служить. И вот фотографии Игнатовича в 30-е годы, фотографии Макса Альфа в 40-е годы. И я не стала приводить вам пример, если можно, замечательная фотография Игнатовича, полная, такой феноменологии, такого гуманизма замечательного. И, наверное, давайте попробуем Аркадия Шахета открыть. Очень хороший. Фотографическая экспрессия. Вот это вещи, которые, снимая дробь в те же самые годы, в 20-е, 30-е годы, Аркадий Шахет, один из лучших, который был в этого периода, они просто ничем не отличаются от фотографий группы Октябрь. Пожалуй, вот единственное, что можно сказать о Родченко, он представляет квинтэсенцию фотографического формализма. Он, как многие американские, немецкие, французские теоретики этого времени, был занят самим искусством. Не искусством, которое чему-то слушает, а самим языком искусства. У Шахета, я думаю, что вот экскрессивные фотографии, мы видим то же самое. Конечно, его интересуют персонажи, но больше всего его интересуют задержанный момент и поток света. Больше всего. Я даже не знаю, кто это, что это объединительное, одно из политических процессов, даже не зная это, я вычитываю эту сниматюргию из момента и из потока света. Это Московское кафе. И опять же, сама предметность отступает перед упоением фотографии само собой. Есть одна очень важная вещь, о которой мы говорили, решая лица фотография. Фотография – двухмерное искусство. Ну, двухмерное искусство. Проблема третьего измерения – живопись решила вот так, классическая живопись, она вот так решила. Она привела двухмерный мир вот к этой иллюзованному мнению. Одна из проблем фотоавангарда – таким образом наш двухмерный мир привести в двухмерность фотографии и сделать его экспрессивным в двухмерность фотографии. Тогда строение фотографии на плоскости превратает особенно важную роль. Не персонажи, не связывающие их отношения, не объекты исторически-культурологически важные, а отношения вертикали и горизонтали, отношения диагонали, отношения белых и темных пятен, отношения световых пятен и теневых пятен, отношения элементов, которые будут располагаться, и организовывать кадры, как организует мост в правом верхнем углу и диагональ. То есть мы видим этот сам объект, мы видим некоторую световую картину. Эта фотография очень важна была в период ее абонгардизма. Почему, видимо, и были упрекли в формализме. Что-то еще раз говорю – это необходимый период, прежде чем раз и снова задержание, необходимо отработать формальный свой аппарат. Вот это замечательная фотография. Аркадия Шархита. И чтобы вам еще раз была понятна мысль, в естественном завершении абонгардизма, в естественном завершении периода формализма, в 1932-1934 году. Я попробую вам Шархита. Здесь тоже из рук, фотография Аркадия Шархита. Аркадия Шархита. Вот здесь, который вам привести. Пожалуйста. Безусловно, здесь сам объект, сам объект фотографии показывается важным, собравленным и о нежной сфере экспрессии. Но чтобы достичь этой экспрессии, было необходимо применить новые фотографические способы видения и способы конструкции. Нужно было опробовать новые фотографические ракурсы, новые световые отношения, новую компоновку кадра. Когда крупный и важный план сдвигается к самому правилу кадра и становится практически физически нам доступным. Нужно найти новые эстетические объекты для любования. Как здесь. Эти части фотографические. Работают не позы, не выражения лица. Работают те феноменологические, фотографически схваченные вещи, которые делают для нас не словесное, нелогичное, объяснимое, что перед нами. Она вынимает эту ткань смятую, она вынимает эти блестящие волосы. И то, что происходит, это бездомный мальчик, без семейных сорота, беспризорник, в школе трудовой учится быть рабочим человеком. и в школе трудовой, и днем, и утром. Я думаю, что не надо вам напоминать. Вот там висит замечательная фотография. Утро. Тени. Вид с балкона. Урочинка из прекрасной фотографии, где сетчатые, выдачатые волосатые тени падают на людей и превращают их в фотографический объект. Сама девушка мне не очень интересна, но та световая ткань, тот узор световой, который падает на нее, становится сам по себе эстетическим, светительным объектом. Далее. Ракурс. Возможность экскрессивной мира при перемене ракурса. А камера купа не имеет. Она может видеть как угодно. Она может давать на все новые и новые образы мира. Еще очень важный момент. Ну, тут сколько-то нам поставим, да. Скажем, Вестон тоже занимается природой фотографии и с ней экспериментирует на Вестон, но больше всего интересует зерно. Фотографической эмульсией. Он зерно фотографической эмульсией его интересует. Наши фотографии в меньшей степени. И еще одна очень важная речь. Граница фотографического образа и возможности его собрежения во фразы. Это называется фотомонтаж. Или фотомонтаж. Я не скажу, что Роченко первому. Ну, в октябре Роченко. Это Барвара Степанова и фотография Роченко. Это монтаж. Значит, как экспрессию фотографии изъять из фотографического мира, сделать экспрессивным локальным знаком и в качестве этого локального экскрессивного знака сочетать с другими такими же знаками, в данном случае с графическими, не обязательно. дальше будет серия Александра Роченко к поэме «Мояковского Райета». Как сочетать эти локальные мощные фотографические знаки с другими знаками во фразы? Причем сама материя знака фотографическая, невероятно богатая. Это же не графический знак. Это же не декстовый знак, не буква. Очень богатая материя. И тогда при соединении этих фотографических знаков возникают образы совершенно специфической силы. В этом случае, экспериментируя с фотоколлажем, Роченко приближается к Сергею Горгаловичу Эйденштейну, который тоже входил в эту группу. Обычно мы говорим, что фильм «Броненосец. Потемкин» это фильм о настании матросов на броненосцев в 1905 году. На самом деле фильм «Броненосец. Потемкин» это фильм о кино, и только кино. О том, каким образом можно фотографические образы со своей природной фотографической области, со всевозможной выявленной фотографической эстетикой, эстетикой света, эстетикой фактуры, эстетикой уникальной жизненной позы, уникального жизненного выражения, как можно эти уникальные вещи соприкать в вымышленную фразу, в художественную фразу. Перед моим выступлением в своей лекции выкладчик оперировал туристам. Я вспомнила композиции «Марионетти» музыкальной копейки. Передал составляя симфонии из звуков падающей воды, из звуков захлыкавшего где-то в соседней комнате ребенка, из звуков швейной машины, из звука машины, которая от автомобиля проехала по улице, из скрипа, из дыхания, и, собственно говоря, из тишины. Тишина тоже имеет звук. И вот из этих совершенно реальных звуков со своей материей, со своей живой экспрессией сопрягают фразы, уже придуманные художником. Вот фотомонтаж, фотокалаш Родченко как раз и есть эксперимент с этим новым способом выражения. По сути, делал он вполне кинематографичным. Вот это его вещи. Что мне остается сказать? Мне остается сказать еще раз, представить, что подобные вещи не уникальны. Подобные явления в любом процессе происходят каждый раз, когда меняется жизнь, меняется история, меняются какие-то экстремальные вещи происходят с человеком, он вынужден жить иначе, чувствовать иначе. И тогда искусство обращается к самому себе, чтобы пересмотреть свой арсенал и выявить свои средства. По поводу фотографии я скажу, что это вообще-то не мудрено, потому что фотография родилась в 20-е годы, в начале 30-х или до 19-го века. И ее возможности, и ее свойства были в кое-что не открыты, и не ясно были в кое-что. Потому что самая гениальная фотография была первой, как раз в 1927-го года, 1840-х. Также первый фильм «Убра» и «Убра» и «Убра». Потому что они интуитивно заключали в себе все. А потом, когда стали фиксировать над ней длительный процесс, так вот, 20-е, 30-е годы – это разный момент выявления возможности самой фотографии. В 60-е годы мы снова переживаем этот период. И мне кажется, что у Ставкородченко здесь больше своей части, именно авокардной части, абстрактной части, она весьма актуальна. Потому что мне кажется, что мы сегодня переживаем на ренессанс абстрактной фотографии снова, но уже на уровне, но уже не цифровом. Снова заданы все вопросы. Что может фотография? Что она может? Открыть в нас, изменить в нас. Именно в нас. Ну вот, если есть какие-то вопросы, если кто-то считает, что я не все обозначила, кое-что еще есть. Кое-что еще есть.